Мик, я выросла. Мик, я студиарила Лигу Итальяна Мольта. Сегодня здесь говорят и поют только на итальянском. Фестиваль Бен Винутти – уникальная возможность погружения в культуру этой страны. Это фестиваль итальянской культуры, где мы танцуем танцы, которые произошли из Италии, рассказываем стихи на итальянском языке, а также играем музыку итальянских композиторов. Инициатором фестиваля является гимназия номер 10. Третий год проходит этот фестиваль. Он, конечно, набирает известность и повышается с каждым годом качество выступлений, уровень подготовки учеников. И в этом году достиг такого масштаба, что фестиваль уже поддерживает даже генеральное консульство Италии в Москве в лице директора образовательного отдела Джузеппе Лопорто. У нас ребята с 1 по 9 класс занимаются на музыкальных инструментах. С 5 класса ввели второй иностранный язык итальянский для тех, кто учится в музыкальных классах. И для того, чтобы они чувствовали, ребята, прикладной характер языка, то есть и музыкальные инструменты, и лингвистическое начало, мы решили объединить таким образом, чтобы позволить им петь на итальянском языке, говорить на итальянском языке и, соответственно, исполнять музыку итальянских композиторов. Мы учим итальянский, это очень мелодичный язык, он очень лёгкий в обучении, и нам очень нравится его учить. Конечно же, ребята с удовольствием участвуют в фестивале, такая отличная возможность поучаствовать и показать свои знания итальянскому языку. Ребята я готовила в двух номинациях. Это номинация «Лирику». Ребята читали стихи итальянских авторов. И это номинация «Конора». Ребята споют песни на итальянском языке, также итальянских композиторов. С точки зрения зрителя, к тому же не владеющего итальянским, все номера концерта как минимум интересные и эмоциональные. Но этот проект является конкурсом, а значит есть жюри, которые ставят оценки. Как мы знаем, итальянский язык, именно итальянский, даже не латинский, это язык музыки, язык музыкальных терминов. И самые знаменитые оперы, самые исполняемые оперы по всему миру, они итальянские, самые знаменитые арии на итальянском языке. То есть обязательно к образованию музыкальному, к образованию вокальному должно прилагаться обучение итальянского языка. Это неотъемлемо. Человек не сможет петь, хорошо петь, не зная о чем он поет и без правильного произношения, конечно, итальянских слов. Вообще нам рассказывали представители посольства Италии, что итальянский язык в России уже на третьем месте. По его значимости, по его востребованности, по изучению этого языка, поэтому, ну, наверное, мы тоже много с ним идем. Конечно, посольники имеют очень высокий уровень. Все выступают очень эмоционально. И им речь идет не о волнении, а именно о эмоциях, которые они хотят передать своим искусствам. И, конечно, выбрать одного лучшего будет очень сложно, но, к сожалению, в конце мы должны будем поставить всем оценки. Я тоже сам являюсь пупцом и могу сказать, что, когда человек уходит на сцену, он волнуется и делает ошибки, зрители это видят. И мы должны будем поставить, к сожалению, оценки на базе увиденного сегодня, а не на базе их общего уровня. Я буду оценивать часть, которая называется речитационных, то есть тени стихов, да, что касается конкретно итальянского языка. Насколько человек хорошо подготовился, сколько раз он повторил свой текст. Кстати, в нашем городе итальянским увлечены не только юные музыканты. Многие взрослые, однажды побывав в Италии, влюбляются в эту страну, начинают учить язык и смотреть фильмы на языке оригинала. О чем, кстати, свидетельствует популярность итальянских кинофестивалей, где также почти не услышишь русской речи.